Рассказан Анатолия Приставкина. Портрет отца. Это случилось в войну. В нашей детдомовской библиотеке я случайно наткнулся на маленькую книжку. На обложке ее была фотография человека в меховой шапке, полушубке и с автоматом. Этот человек был очень похож на моего отца. Стащив книжку, я забрался в самый темный угол. Оторвал обложку и засунул под рубаху. И долго там носил ее. Только иногда доставал, чтобы посмотреть. Конечно же, это должен быть мой отец. Третий год шла война, а я не получал от него даже писем. Я почти забыл его. И все равно я знал. Это мой отец. Я поделился открытием слов Каакимсовым, самым сильным парнем в нашей спальне. Он вырвал портрет из моих рук и решил. Ерунда. Это не твой отец. Нет, мой. Пойдем спросим воспитательницу. Ольга Петровна посмотрела на оторванную обложку и сказала. Нельзя портить книги. И вообще, я не думаю, чтобы это был твой отец. Зачем его будут печатать в книжке? Ты сам подумай. Он же не писатель? Нет. Но это мой отец. Володька Каакимсов не отдал мне портрета. Он спрятал его и сказал, что я просто хочу похвастаться. И он не отдаст мне обложку, чтобы я не занимался ерундой. Но мне нужен был отец. Я перерыл всю библиотеку. Отыскивал вторую такую книжку. А книжки не было. И я плакал по ночам. Однажды Володька подошел ко мне и заявил, усмехаясь. Если это твой отец, ты должен за него ничего не жалеть. Не пожалеешь? Нет. Нож отдашь свой? Отдам. И компас? Отдам. А новый костюм поменяешь на старый? И протянул мне измятую обложку. Бери. Не нужно мне ничего твоего. Может, и вправду. В глазах Володьки была зависть и боль. Его родные в Новороссийске заняты фашистами. И у него не было никаких фотографий. Возьмите.